Итак, медленно начать. Значит, посмотрите, мне идет первый метод. Я делаю уход по диагонали вправо. И делаю усиленный парис за счет скрещения. Вывожу нож на уровень глаза противника. Как правило, после этого идет укол в глаз или в горь. Мгновенно. То есть мощнейший парис. Переезжаем сухожжем. И сразу атакуем глаз. Значит, смотрите, как вы будете делать при отработке. Два, три. Еще раз. Раз, два. Смотрите, расстояние примерно два, не меньше двадцати сантиметров. Чтобы не давить, что не задеть. По три удара. Три. Теперь очень важно. Смотрите и запоминайте. Мы делаем это как учебное упражнение. Но я укажу так, чтобы контролировать вот эту руку. То есть эту я порезал. Удар. Он, например, схватил и сделал блок. Я ее убираю и сразу ношу удар на поражение. Мы этого делать не будем. В голове вы это держите. То есть порез. Блок. Сняли. Почка. Удар цыпленка. Почка. Высоединяем. Первый. Ставим. Второй. Посмотрите, я делаю шаг. Я меняю стопку. И режу с этой стороны. Большой палец на огухе я разворачиваю. Делаю мощный порез. Убираю нож. И мимо снова с контролем руки делаю три удара. Возвращаю. Еще раз. Обратите внимание на стопку. Еще раз. Вот я стою. Раз, два, три. Потом аналогично первым углом. Третий угол. Три. Четвертый. В четвертый. Обратите внимание на мотор. Подальше от него. Чтобы не задеть. Еще раз. Четвертый угол. Пятый угол делаем одинаково. И один удар. Быстрый. Вот сердце как бы. Ну я бы не маневывал. Раз. И еще. Еще раз пятый угол. Раз. Два. Один угол. При выпадах ни в коем случае не открываете пятку задней ноги. Иначе вылетите. Это больше фиктование, нежели у копашки. При выпадах нога стоит твердой. Иначе вылетите. Вообще ножом дотягиваем. Смотрите. Чтобы не приглашаться на удары рукой, мне надо сделать подшап. Ну чтобы корпус положить. Правильно? Можно делать все изменения. Это не нужно делать. Я стою. Я сделаю подшап. Среагируем подшап. Понятно, да? А вот так вот убиваем. Все. Никакого подшапа. Удар. Понятно? Это же у него. То есть с ножом мы дотягиваемся без подшапа. Смотрите. Ну, например, это первый этап. Вот контроль руки. Видите? Вот это. Видите? Только под локтем. Такого контроля не существует. Есть только такой контроль. И не существует такого контроля. Посмотрите на мой локоть. Нажми на мой локоть. Ваш локоть должен быть как будто приварен к вашему локоть. Посмотрите. Вот рычаг. Видите? Вот я удерживаю локоть противника. Понятно? Вот контроль руки. Дальше. Когда мы делаем второй угол, я делаю так, а не так. Почему? Почему? Потому что если я сделаю здесь так, я здесь завис. Вот эта рука мне мешает в данном случае. Рука осталась на месте. Очень близко для меня. Потому что у нее есть ноги, руки и талии. Мы делаем здесь так, чтобы убрать эту руку. И я уношу как бы удар. А вот контролирую максимум эту руку, наносим удар. Тогда еще раз. То есть на руку. Понятно? То есть в данном случае здесь у меня преимущество. А если я сделаю так, я преимущество потеряю. А вот когда я идем туда по четвертому углу, здесь как раз мне выгодно сделать вот так. Я руку зафиксирую и сюда вогнал лок. Все. Пах в артерию. Понятно, да? Горбо. Сюда. Очень приятная вещь. Водно сюда. Вот. То есть здесь надо подсесть. И вот отсюда. Под сорок пять грамм. Самый страшный удар в печи под сорок пять. Это смертельный удар. Наносится именно под таким углом. Как правило, это все и заканчивается. То есть надо подсесть и снуть. Значит, ребята. Ребята запутаться. На филиппе очень большой руководитель. Поражение магистральной картели. В пах редко носится вот так. Причем человек умирает слишком долго. То есть он вас еще может несколько раз ударить. Хотя кровь их лыщет, да? Вот. Лучше бить под ребро. Я имею в виду в бою здесь. Мы разбираем, скажем так, военные действия. То есть если есть альтернатива. Под ребро или в пах. Надо бить под ребро. Есть еще специфика вообще огнестного ножевого боя. Потому что там учитываются разгрузки, вроде жилета и так далее. Там превращаться в выставку нет особо тыкать. Получается, надо идти или сюда, или там, где есть горло. Но мы сейчас берем, вот, все-таки уличные места. Делаю то, как сейчас изображу. Я подальше. Ну и вот так. Нет. Здесь мы употребляем фехтовальный элемент, гораздо более коварный, более низкий. Вот вы стоите. Смотрите, как она выбрасывается. Она выбрасывается пятна над пол. Просто выпрямляется. И вот это уже страшно. Это самая выставка движения. То есть вы стоите, и у вас пяточка сразу пошла. Наверное, вперед, вылетает. Видел здесь вот такое движение. Примениться. Не нужно. Не спешить. Не спешить. Субтитры сделал DimaTorzok